Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Только он пока не знает, что я к нему еду. Декабристка, что ли? Вадь, что к девке пристало? Любовь у нее. Ну что непонятно? Тебя звать-то как? Алена. Любовь. Знаем мы эту любовь. Голубой и полоток коленя это на моей головушке. Мой миллиончик гуляет на чужой сторонушке. А если не примет, что будешь делать? Домой вернусь. Я ненадолго. На свидание. Отчаянна ты. Значит так. Если вдруг прогонят, или там идти будет некуда, найдешь ткацкую фабрику. Я там, вон, Мария работаем все. Я почитаю почти все бабы, что в городе живут. Спросишь Варвару Иванову. Там меня все знают. Поняла? Поняла. На вот, открепись. Голодно, небось. На вот. Согреешься. Девка, девка. Куда ж тебя понесло-то, а? Артем! Я тебя просил. Я просил тебя приезжать сюда. Я ненадолго. Я просто хотела убедиться, что с тобой все хорошо. Слушай, ты мне кто? Жена, мать, кто ты мне? Оставь меня в покое. Извини. Тебе больно? Прости, я... Ничего, все в порядке. У тебя есть деньги на обратную дорогу? Да, только... Никаких только. Идешь на автобус, садишься, едешь на вокзал, садишься в поезд и к матери. И никогда, никогда не приезжаешь сюда. Ясно? Я не уеду. Что? Ты не нужна мне здесь. Ты думала, ты приедешь, я расстаю? Я любил одну женщину. Одну. Ты ошибалась насчет меня. Все, нет больше капитана Михайлова. Артем! Тварь! О! Не прошло и года. Ну что, была у своего-то? Была. Прогнал. Понятно. Мужики-то, они знаешь, как это переживают. А пожалеть их не смей, обидеться. Я просто хотела помочь. Ну, ничего, девонька. Это он сегодня такой злой. А завтра потише будет. Тебе жить-то езди. Я-то как раз хотела к вам на фабрику. Если можно, конечно. Я готова все делать. Ладно, давай, сейчас мы пойдем и устроим тебя в общежитии. А там посмотрим. Лады? Ну, пошли. Ой, несчастная ты моя. Господи. Конечно, не хоромы. Ну, кровать есть уже хорошо. А то из поезда еще не присела. Сетела, болит. Тогда располагайся. Завтра выходишь со мной в смену, я договорилась. Пока учениться, а там посмотрим. Спасибо большое. Небось, сразу после школы? Нет, почему? Я работала еще официанткой у себя в городе. Ну, тут главное работы не бояться. Матвей Николаевич! Присоединяйтесь! Присоединяйтесь! Наливочка! Под картошечку! Присоединяйтесь! Я не пью. Я не пью. Здесь все не пьет. Это так вместо воды. Ну, давай. Давай. Ну, за знакомство. Служил? Служил. В запасе? А я тут. Третий год доживаю. В хозяйстве работал, механизатором. А тут нас в машину угнали. С зерном. На нее на металлолом сдали. Ты представляешь, мы на ней 70 тысяч потеряли. А они пять тысяч заработали на этом деле. Хороший бизнес. Вот меня председатель попросил сторожем посидеть. Ну, короче, смотрю, дома от морозка лезут. Ну, семинарник. Председатель тогда породу купил, дорогущую. Ну, в общем, они и полезли, чтобы этих поросей, понимаешь? И ты их с солью? Дробью. Я только выстрелил. Один из них неудачно с забора сварился. Насмерть. Так ему и надо. Жалко парнишку. Молодой совсем был. Ну, меня сюда и… Да. Да. Тут грех не запить им. Мужа я пять лет назад избила до полусмерти. Жаль, выжил. За что? Было за что. А ты что думала? Одни зэки да зэчки. Ну, ты не бойся. Я свое отсидела. Вышла по УДО. Никогда б не подумала, что сидела. Ты такая жизнерадостная, добрая. Я всегда такая была. Ну, и ты не дребь. Прорвемся. Варь. А знаешь, что я придумала? Я ему письмо напишу. Там тебе письмо принесли. Круто ты, Артем. Вот дурочки-то, а. Девчушка совсем. Вбила себя в голову неизвестно, что сюда приехала. Кто ее просил? Она взяла сама и переехала. Жалеть меня встала. Не любишь, когда жалеют. А чего меня жалеть? А многие ли людей, которым ты нужен? Ты понимаешь, Слава, ты еще не раз о ней вспомнишь. Да не могу я ей жизнь ломать. У нее все впереди, а я кто? Из армии, как щенка выкинули. Ничего не осталось. Что я ей дам? Сколько тебе лет? Тридцать один. Ты еще мальчишка. Против моих. Алло, мам. Мам, это я. Алло, доченька. Ну как ты там? Рассказывай. Мам, все хорошо. Я устроилась на работу, чтобы без дела не ходить. Артем тоже нормально. Работает. Тебе, может быть, нужны деньги. Я вышлю, я... Не, мам, не нужно. Здесь все дешево. Мне хватает. У тебя все хорошо? Как ты себя чувствуешь? У меня все хорошо. Не волнуйся за меня. У меня все хорошо. Мам, мне уже время заканчивается. Я тебя очень люблю. Целую. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. А сколько стоит у вас кефир? Тридцать рублей. Можно, пожалуйста, кефир и хлеб? На, держи. Спасибо. Привет, Алёнка. Привет. Давай, дай. Я сучу, сучу, а тебя нет. Я вот вышла купить. Матвей Николаевич. Матвей Николаевич. Матвей Николаевич. Матвей Николаевич. Жжет внутри все. Все жжет. Потерпи, потерпи. Врачи будут. Да поздно, врачи. Помирай, Артемка. Ничего, ничего, ничего. Поживешь еще. Слышишь, Артем? Там в углу под кроватью лежат деньги. Похорони меня по-человечески. Артем, слышишь? Я слышу, слышу. Артем. Слышу. Я прошу тебя. Я прошу. Срочно в больницу. Выживет? Да кто знает. Они тут и так каждую неделю, как подснежники на улице валяются. Чего только не пьют. Где брали? В подсобке. В магазине. В подвале. Атуза. Ящик белый хочу взять. Ты кто такой, мать твоя? Смерть твоя. Ай! Ах! Стоять, козёл! Чего ты разлёгся? Поехали отсюда! Ну, Макс, за тебя! Чтобы у тебя на гражданке всё сложилось! Не забывай на полчан! Спасибо, ребят! Спасибо огромное! Уже решили куда? Ко мне. Родителя зовут. У меня отца связи в мэрии. Ну, возьму кредит. Бизнес начну. Говорят бывшие военные, самые удачливые бизнесмены. Бывшие, да. Вот Артёмка теперь бывший. Давайте за Артёма, чтобы он вернулся быстрее. Так, так, так! Куда это мы собрались? Я хочу уйти. Нет, дорогой. Ты уже от того, что едва не ушёл. Тебя с того света вытащили. Кто спросил? Всё напрасно, мольба и слёзы. И строгий взгляд, и томный вид. Безответная на угрозы. Куда нам вздумалась, летит любовь. Любовь. Где это так петь навострилась, подруга? Привет! Да я закончила музыкальное поколос с фортепианой и вокала. Так это у нас вундеркинд. Слушай, тебе надо с нашими девчонками задружить. Они сбили что-то вроде хора и выступают на всяких мероприятиях. Ой, правда? Слушай, было бы здорово. А то как переехала сюда, как-то не до пения было. Ну и отлично. Помочь тебе? Давай, может, одежду развешу. А у меня одежды-то и нет. Как нет? В поезде сумку украли. Ну как не до зарплаты дотяну? Ну ты даёшь, подруга. Сейчас я к Наташке схожу, она твоей комплекте, мы тебе что-нибудь подберём. Спасибо. Ну что, красавица, смотри, что я тебе натрела. Ничего себе! Так много! Как Зимаш на дворе. Это тебе не минус пять в твоём среднем повложении. Ты всё письма строчишь? Ага. Какое уже? Пятое. Понятно. Рука-то не устала? Нет. Смотри, вроде нормально, да? Сойдёт. А это весь твой ужин? Тут я смотрю, ты на кухню ничего не готовишь. Ты же этой суховяткой с жалудок себе испортишь. Да у меня просто сумкой украли ещё кошелёк. А попросить? Как-то было неудобно. У меня в кармане оставалась заначка. Ладно, ничего, как не дотяну до зарплаты. Да ноги ты протянешь. Идём. Куда? На Кудыкину гору. Идём. Вот дура девка. Варь, всё, не могу больше. Ешь. Я ж не слонку дам. Нас в холонии знаешь, как кормили, пока меня на поселение не перевели? Не дай бог кому. Варь, а я тебя давно хотела спросить. А ты почему отсюда не уехала после освобождения? Ну, ты же молодая, красивая. А знаешь, как говорят, кто в армии служил, то в цирке не смеётся. Так и после колонии. Ничего уже не хочешь. Ты что, совсем ничего? Ну, вам родных повидать? Да некуда мне. Ни родных, ни дома. Мать умерла, пока я здесь сидела. Детей не было. Так что никому я там не нужна. Варь, ну как-то никому, а? Ну, замуж выйдешь, ребёнка родишь, по миру поездишь. Мир же, он такой огромный. Ну, родить я уже не смогу. А ты уезжай. Почему? Ты посмотри на себя. Через год тебя будет не отличить от любой сорокалетней бабы. Ну, нет, если я уеду, я уже никогда не увижу Артёма. Ты глупая. Да этих Артёмов знаешь сколько? Бочками солить будешь. Уезжай. Ты хочешь? Все, лежишь. Будь здоров, парень. Вот я, Николаевич, живой. Вытащили? Тебе спасибо. Мне сейчас врач сказал, что ты вроде как помирать собрался. И я вот хочу попросить тебя напоследок. А о чем? Ну, ты когда вот в рай-то попадешь, старуха моя Михайловна, разыщи. Передай мне привет. Не смешить, деда. Не смиряться нельзя. Ничего, ничего. Смех, оно хорошо, это к здоровью. Я тебе тут вот гостинцу принес. И еще для чтения, чтобы алфавит не забывал. Вот, мужики из общаги передали. Николаевич, ты эти письма забери себе. Ну, дело твое. Милый и хороший Артем, мне жаль, что я не могу приходить к тебе и разговаривать. Я скучаю по нашим разговорам, по твоей улыбке. У меня все хорошо. Я устроилась на ткацкую фабрику. Здесь очень хорошие люди. Здесь и даже есть хор. Я думаю о тебе каждую минуту, и мне хочется написать миллион нежных слов. Я очень люблю тебя. Завязывай, деда. Хорошая девчонка. Неужели совсем не нравится? Чего ж не нравится, нравится. Ну, тогда что? Эта хорошая девчонка, и ей через полгода такой жизни тошно станет. Раз, по идее, с парнями ты не целовался, что ей со мной разбежит. Ты знаешь, из таких, какие жены бывают. Маруся моя, мы когда с ней поженились, ей только семнадцать исполнилось. Не пожалел? Пожалел. Пожалел, что не помер раньше ее. А без нее жизнь не жизнь. А так, возраст даже эти, как в газетах пишут. Ладно. Пойду я. Макси, даже не верю, что все это наше. Ну, а чье же? Ну, скажи, что наше. Ну, нравится? Да. Марин, а зачем ты ее вешаешь? Не надо, убери. Как это убери? Ты же ее все время первой вешаю. Это в прошлом была война, армия, и я думал, мы новую жизнь, что ли, начинаем. Так? Не знаю. Это единственная фотография Артема. Он к нам в гости зайдет и скажет, совсем забыли. Боюсь, он еще не скоро к нам зайдет в гости. Боюсь, он еще не скоро к нам. Боюсь, есть блин. Бери цветочки, ага. Пожалуйста. Хорошие, да. Спасибо. Ага. Хорошие, да. Спасибо. Ага. Спасибо. Вот эти почем у вас? Сто рублей. Можно мне их? Конечно. Сам выбирай. Спасибо. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Это тебе. Спасибо. Как ты? Живой. Ты закончила? Может прогуляемся? Хорошо. Только скажу девочка вам. Уйдите. ПЕСНЯ 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 А я и не знал, что ты так хорошо поешь. Это все, что я умею. Ткачиха из меня она. Не очень. ПЕСНЯ А из меня лесорубку. Ну что, дождалась своего? Угу. Видела я, как вы миловались-то на скамеечке. Он сам пришел, понимаешь? Сам. А ты градус-то сбавь. А ту голову потеряешь, придется тебя по кусочкам собирать. Алло, мам? Мам, привет. Как ты? Мамочка, я очень у тебя соскучилась. Я тебя очень сильно люблю. Ну как ты там, мам? У меня все хорошо, не волнуйся. Ты счастлива? Да, я счастлива. А когда приедешь? Не знаю. Я еще здесь побуду. Но скоро. Скоро, мам. Обещаю. Ну, так что мы решили с операцией? Тянуть нельзя. Ну вот дочка приедет и я лягу. Ольга Ивановна, это вам не шуточки, голубушка. Скажите мне только честно, операция поможет? Полного выздоровления я гарантировать не могу. Но вы еще сможете жить долгие-долгие годы. Взывали? Взывают в тюрьме, я приглашаю. Тут на тебя бумага из прокуратуры пришла. Натворил что? Нет. Я прошение подавал о пересмотре дела. Вызывают на беседу. Ага. Три дня хватит? Наверное. Ну, вот тебе разрешение. А с бригадиром сам договариваюсь. Усек. Можно идти? Ну, зачем ты мне еще? Идите, Михайлов, идите. Не приходил? Нет. Может, они там сутками работают? Ну, конечно. И так три дня. А я тебе говорила, не прыгай ты раньше времени. Кто знает, что он на уме? Может, запил, может, еще что-то. Да он вроде не пьет. Ой. Тут из непьющих ты да пес барбос. Там и по праздникам наливают. Варя, ты что выпила? Разбередила ты мне душу, Аленка, разговорами разными, да любовью своей. И вот я думаю, может, и мне махнуть куда-нибудь, а? Ну, конечно. Или замуж за Николая пойти. А кто такой Николай? Я его не знаю. Директор фабрики нашей. Он уже второй год за мной ходит. Женюсь, говорит. Мальчишечку на воспитание возьмем. Может, и правда, а? Дитё будет. Курить брошь. А знаешь, сколько у нас тут этих ребятишек-то брошенных. Почему? Ах. Жизнь тяжелая. А мы как-то с шефским концертом были в одном детдоме. Так я потом две ночи ревела. Все худые. И глаза такие тоскливые, тоскливые. Мне кажется, ты будешь очень хорошей матерью. Ну что? Сначала один, потом другой. Ой, Аленка, Аленка! Может, и мне Господь улыбнется, а? Ну, конечно. Кому как не тебе. Мы бы и не узнали, если б не ваше прошение. Сделали запрос. Оказалось, что на потерпевшего заведено дело. Хоть одна хорошая новость. Да, и коллективное письмо от ваших сослуживцев. Бывших сослуживцев. Из армии меня уволили. В общем, на следующей неделе состоится повторное слушание по вашему делу. А если меня оправдают, в армии восстановят? Ну, тут обещать ничего не могу. Это, так сказать, не моя юрисдикция. Это вам с отдельным запросом в военпрокуратуру надо. Понял. Спасибо. Да пока не за что. Можно без протокола? Пожалуйста. За что вы его так? У меня из-за него погиб солдат. Ясно. Счастливо. Кто там? Ты? Ты где пропадал? Ты не исчезнешь опять? Откуда у тебя этот шрам? Бандитская пуля. Да я же серьезно. Малыш, все уже позади. Ты знаешь, а я была готова сдаться. Сдаться? Угу. Вот стояла сегодня, смотрела в окно и… И думала, вот если ты сейчас ко мне не придешь, то ты уже никогда не придешь. И что, ты бы уехала тогда? Наверно. Ну что, пришлось бы мне ехать за тобой, искать тебя где-нибудь? А тебя посадили за побег. А ты бы тогда вернулась ко мне? Улыбай ты моя, Аленушка. Никуда теперь тебя не отпущу. А как же Соня? Какая Соня? Нет никакой Сони. Есть только ты и я. Ну… Что? Оправдали. Боже мой. Я не верю. Значит, мы сможем уехать сейчас? Вместе, да? Я свободен. Я… Ты понимаешь? Я свободен. Оль, ты как знаешь, а я Алене звоню. Выпей. А ей сейчас не дозвониться. Они с Артемом уедут к нему в город. А почему не к тебе? Ты ей ничего не сказала? Олюшка, милая, да ничего нет дороже твоего здоровья. Хотела сказать. Ну, после операции… Ну, видишь, как… С первицы-то опоздала. Ну, так тем более звонить надо. Любовь у нее там… Слышишь? Любовь – штука хрупкая. Вот приездят сейчас. А вдруг там все порушится. Ну, пусть вдвоем сюда и едут. Ну, зачем сюда ехать? Горшки выносить? Еще неизвестно, сколько мне здесь мучатся. У нее своя жизнь. Пускай живет. Оль, да ты представляешь, как ей тяжко будет. Что не приехала, не увиделась. Приедет она, приедет. Все устроится – приедет. Аня, отстань, уйди. Хорошо, хорошо. Ань! Ань, мне страшно. Я с тобой. Привыкла я к тебе. Варь, ну, только не плачь, пожалуйста. Ты тоже заплатишь. Ой, не буду. Ладно. Ты это, матери-то сказала, что с этим дальнюю дорогу-то? Да, я ей звонила вчера. Как устроимся на месте, сразу к ней поеду. А может, и ты к нам, а? Ты и так хотела. Может быть. Летом. Летом. Обещаешь? Угу. Не хочу с тобой прощаться. Как я без тебя буду? Привыкнешь. Ничего. Ты это, запомни одну. Никогда не теряй себя. Раз прогнешься, растопчет. А у тебя здесь птица поет. Поняла? Поняла. Ну, с Бога. И остави нам долги наши. Их уже и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение. И избави нас от лукавого. Еще вот. Девчонку не обижай. Силок тебя много. Может, случайно и не заметишь. Спасибо тебе, Матвей Николаевич. Счастливо тебе, сынок. Вот, проходи. Эта квартира досталась мне от бабушки. Холодильник не работает. Я его починю. Я же мастер на все руки. Молодец. Смешно это. Мама с папой такие счастливые. Наверное, родители тебя очень сильно любили. А знаешь, что я подумала? Я подумал. Что ты подумал? Не скажу. А я скажу. Я подумала, если у нас будет сын, то он будет такой же красивый, как и ты. Нет. Что в нем? У нас будет точка. СМЕХ КОНЕЦ МАШИН 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 СМЕХ СЛЕК МАШИН 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 Да как же ты здесь? А ведь я, старый Хрыч, в указок смотрю, думаю, кто там в соседней квартире шел у дед. Подумал, что вора. Хотел, чтобы милицию вызывать. А это… Тёмка приятного. Ну, давайте помянем твоих родителей. Царство небесное. А ты надолго к нам? В отпуск? Или твою часть сюда перевели? Дядь Федь, навсегда. Из армии я уволился. Начинаем новую жизнь. Ну, ты же, ты же всегда мечтал в армии служить. Это долгая история. Как мне в другой раз расскажут? Да, время сейчас такое. А с такой жены, как вот у тебя, я думаю, что всё будет хорошо. За вас. Слушай, Максим ведь в город вернулся. Макс? Да, да, да. Я же старый дурак. Я забыл тебе сказать. Ему, кстати говоря, родственники помогли автомойку в центре открыть. Так что будете как прежде. Бандой. А? Артём? Как ты? Освободился? Как видишь. Извини, мне пора. Да подожди. Ну, ты хоть скажи, как ты? Где ты? А мы недавно переехали. Я знаю. Ну, мы только вчера же с Максом о тебе говорили. Марин, мне действительно пора. Извини. Здравствуйте. Простите, а вы не это случайно ищете? Ой, да. Спасибо большое. Простите, а вы, собственно, кто? А у вас там написано, на двери требуется секретарь. Вот я и подумала, что… Девушка. Ну, куда? Ну, вы же, наверное, без образования. Почему? У меня красный диплом музыкального училища. Рождённая грамотность. Ой, так может, вы учителем музыки к нам пойдёте, а? Музыки? Ну, я не знаю. Не уверена, что я справлюсь. Милая. Ну, поймите, у меня второй год нет педагога на эту ставку. Вы методички почитайте, потом программу с вами подготовим. Ну, соглашайтесь, милая, а? Ну, что, пацаны спят? Да, тихий час. Есть будешь? Ботум. Знаешь, кого я сейчас на улице видела, не угадаешь? Кого? Ты же в этом городе никого не знаешь. Артёма. Ты ничего не хочешь мне рассказать? В смысле? В смысле? Твой друг вышел из колонии и не хочет тебя видеть. А ты вообще делаешь вид, что его не существует. Странно, мне кажется. Марина, не кричи, детей разбудишь. Я не кричу, у меня просто звонкий голос. Тебе это не понравится. Ничего, как не теперь живу. Помнишь, я проходил свидетелем по его делу? Конечно, помню, ты же все видел. Так вот. Мне пришлось дать показания против Артема. Довольно? Как ты мог? А у меня не было другого выбора. Они сказали, что посадят меня как соучастника. Скажи, что это неправда. До дня не проходит, чтобы я это не вспоминал. Я не мог оставить тебя с двумя детьми. Ну, во-первых, тебя бы не посадили, и ты это знаешь. Ты... ты просто испугался. Ты не понимаешь. У Пичуги такие связи. Ну, куда бы ты пошла? Полы пошла бы мыть. Я бы не пропала. А теперь, получается, у моих детей отец... Трус. Сейчас уже выпивать начал. Что дальше-то будет? Да ничего не будет. Ты должен к нему пойти. Нет, поздно. Трус. Есть будешь? Спасибо, поела. Субтитры создавал DimaTorzok Дисклеймер. Субтитры создавал DimaTorzok Дисклеймер. Продолжение следует...